Итак, всем добро пожаловать. Да, запись будет обязательно, затем вы ее сможете взять на нашем сайте специалист.тв, но это после того, как пройдет конвертация. Сегодня у нас времени немного на нашем мини-занятии, но я постараюсь сделать так, чтобы вам было максимально полезно. Сразу скажу, давайте по формату. Сначала я дам весь контент, который хотела дать, чтобы все успеть. И в конце оставлю блок ответы на вопросы, чтобы мы просто разделили вот эти две части. Вы себе обязательно фиксируете вопросы, которые у вас будут возникать в процессе, чтобы ничего не забыть. А потом, в общем-то, сделаем эту серию вопросов-ответов. Итак, у нас сегодня тема «Стратегия как фактор развития бизнеса. Особенности, способы разработки и внедрения». Меня зовут Шульга Елена. Кому нравится, можно по имени и отчеству Елена Александровна. Отзываюсь и так, и так. Ведущий преподаватель центра специалист. По большим трем направлениям. Это менеджмент, начиная от руководителя структурного подразделения до стратегического менеджмента. Софт-скиллс весь. Во многих курсах я являюсь автором тренингов и курсов. И третье направление андрогогика – это обучение взрослых людей. Тоже это такое отдельное направление, касаемо развития обучения персонала внутри, например, корпораций. Итак, чем я вам могу быть полезна? Ну, наверное, в первую очередь то, что я и владелец бизнеса, и в разработке BSC – это Balance Scorecard, система сбалансированных показателей и KPI. Это всегда перед разработкой KPI предвосхищает как раз стратегическая сессия. Поэтому я практик, больше 10 лет этим занимаюсь и буду делиться такими уже, знаете, разработанными вещами, которые в реальной практике и делаю. Поэтому, наверное, это самое полезное, самое интересное для вас. Ну и тот контент, который обещали, обязательно да. Касаемо центра специалистов, если не все знают, то мы уже почти 30 лет учим людей. В ноябре будет 30 лет центру, более миллиона выпускников, большое количество, 35 тысяч корпоративных клиентов. Проще, по-моему, сказать, с кем мы не работаем, чем перечислить, с кем работаем, по-моему, со всеми. И разные локации в Москве. Основная, наверное, гордость, основная центра – это преподаватели практики, эксперты, каждый в своем. Поэтому, welcome к нам. Все гарантии у нас прописаны в договоре. У нас есть лицензия, поэтому у нас есть определенная ответственность перед каждым слушателем, хоть физическое лицо, хоть юридическое лицо. Поэтому здесь, в этом плане мы как раз стараемся сделать так, чтобы максимально была продуктивна наша работа с нашими слушателями. Итак, у нас на повестке дня. Последовательность разработки стратегии развития. Чем стратегия отличается от тактики? Реально ли добиться развития компании без внедрения стратегии? Такие же есть, и могу сказать, что зачастую их огромное количество, касаемо Российской Федерации. Более подробно вообще все, что касается стратегического менеджмента, потому что я сейчас только сегодня час мы одну возьмем, и даже у вас будет возможность попрактиковаться после этого урока. Есть курс у нас стратегический менеджмент. Там, вот сразу скажу, очень хорошо подойдет реально именно тем людям, которым нужно сейчас разрабатывать стратегию. То есть вы сможете прямо на практике, все практики выполнять по своей компании. И это, наверное, самая большая полезность, которая есть, помимо теории, да, то есть я имею в виду, теория, безусловно, она будет вся полезная, нужная, но акцент именно в практическое применение, потому что теория, она имеет свойство забываться, если мы сразу же не применяем. Вот, и у вас будут готовые шаблоны для проведения всех исследований, которые вам нужны будут для разработки внедрения стратегии. То есть фактически существенная экономия, потому что если заказывать консалтинговые компании, а не учиться самому, то это будет гораздо дороже, чем стоимость этого курса. Итак, с чем обычно сталкивается руководство в процессе своей даже жизнедеятельности? Бывает такое, что, может быть, уже какой-то вид бизнеса стоит прекратить. И вот пандемия, она, в общем-то, оголила некоторые вещи, которые раньше плыли по течению, как-то не сильно руководство иногда смотрело на подразделения или какие-то виды бизнеса, которые были на грани убыточности. И вот на сегодняшний момент я вижу, как многие руководители, владельцы бизнесов озаботились стратегией по простой причине, что, конечно, жалко, столько вложений уже было, столько сделано. И вот сейчас, может быть, это час икс как раз определить, может, стоит прекратить, либо, потому что это тоже одна из стратегий, либо что с этим сделать для того, чтобы это приносило прибыль, потому что любая коммерческая организация, она ради прибыли работает. Еще один вопрос, с которым тоже регулярно сталкиваемся, это какому бизнесу или какому направлению следует уделить больше внимания. И это осознанность топ-менеджерского состава после проведенного анализа и маркетинговый анализ обязательно нужно будет проводить. И для того, чтобы как раз решить, а кто будет вас кормить ближайшие, например, 5-10 лет. Вот это вот видение его тоже нужно будет формировать. Ну и третий вопрос, какому бизнесу стоит присмотреться? Возможно, что-то появилось, какое-то направление, потому что сейчас столько много новых трендов, которые вообще еще год назад не существовали, а сейчас они как грибы после дождя выросли. И для многих бизнесменов сейчас очень хорошее время, вот это вот кризис-пост-кризис, вот на стыке, наверное, это переобуться в воздухе и, возможно, взять еще одно какое-то направление, то есть, например, решить, от чего отказаться и куда перенаправить свои активы для того, чтобы развиваться дальше. Вот сегодня, правда, такое время, когда нужно заниматься стратегией. Итак, чем же отличается стратегия от тактики? Если честно, на самом деле это очень простой ответ, и почему его каждый раз задают, даже не знаю, если честно. Но давайте разбираться. Стратегия – это не детализированный план, то есть, куда мы хотим, да, это способы достижения сложной цели какой-то. И еще очень важный момент, что в основе стратегии стоят ценности. Итак, ценности разные. В курсе я опираюсь на спиральную динамику. Мы там разбираем как раз те ценности, которые есть сейчас. Вы можете потеститься, понять, какие ценности у вас транслируются вовне, потому что бывает диссонанс. Мы внутри, как управленцы, говорим, что мы вот у нас там, например, ценности семейные. И в то же самое время, если спросить ваших клиентов, чувствуют ли они ваши семейные ценности, оказывается, нет, что вы транслируете там нечто другое. Поэтому опора будет на ценности, и начнем именно с понимания, что такое ценность, потому что мы это будем использовать тоже как стратегия. А тактика – это уже прям конкретные действия, то есть шаги. Что именно мы будем делать для того, чтобы вот эта стратегия стала явью. То есть стратегия – это некий путь, но обобщенный. Тактика – это конкретные уже шаги. То есть мы уже понимаем, какие ресурсы мы здесь будем использовать. Мне очень нравится вот это изречение, что стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе. А тактика без стратегии – это шум перед поражением. На самом деле и тактика, и стратегия – это две руки, правая, левая. Не разрабатывается одно без другого или наоборот. То есть это такой процесс, один за другого цепляется, и поэтому, возможно, и вопросы возникают, когда люди в стратегической сессии, они не отличают вот этого перехода от стратегии к тактике. Но на самом деле она есть. Итак, стратегия – это путь. Из точки А в точку Б. То есть это образ действий, это ценности, каким образом мы туда идем. Обычно я метафорично говорю, ну, представьте, вот вы где-то сейчас сидите, слушаете этот вебинар, и у вас есть какое-то желание, какая-то цель, куда вы хотите, например, через 15 лет, где вы хотите оказаться, что это будет. И вы начнете формулировать, скорее всего, некое видение. То есть, а какая это картинка? Про что это? То есть это будет описание. Вот у многих компаний на сайте есть, где много букв, это видение. А короткое, потом изречение, это будет миссия. То есть фактически это расшифровка той стратегии, которую компания делает. Вот видение и миссия – это тоже мы обязательно в формате этапов должны разрабатывать. И чаще всего это творческий процесс, конечно, вот одним днем это иногда не делается. Но видение, оно прописывается буквально сразу же. И это вот как раз тот образ, красивая картинка, куда хочет компания прийти. Я вам сейчас как пример видения покажу. Например, Генри Форд, он сформулировал видение своего бизнеса таким образом. Я построю автомобиль, доступный великому множеству людей. Его цена будет столь низкой, что любой человек, имеющий хорошую заработную плату, будет в состоянии купить такой автомобиль и вместе со своей семьей наслаждаться благословенными часами отдыха на огромных открытых пространствах. Я завершу это начинание, каждый сможет позволить себе иметь автомобиль и будет его иметь. С наших дорог исчезнут лошади, и мы дадим работу и хорошие заработки большому числу людей. То есть здесь много, это такая писательная картинка. Представьте, когда это было, когда лошади на дорогах были. Мы же сейчас даже лошадей тоже забыли, как выглядит. То есть вот это видение, это обозначение точки уже B, куда мы хотим прийти. А потом сразу встанет вопрос, как. И тут будет базироваться все на ценностях, которые есть у топ-менеджерского состава. То есть вот этот вопрос, как. И выглядит это в разработке таким образом. То есть руководство, ну обычно это учредители, иногда привлекают топ-менеджерский состав, зависит от величины компании, когда обозначается вот это видение. Сначала вот эта картинка. И затем в этом же формате разрабатывается миссия. Ну либо ее наброски делают. Это все делается на стратегической сессии. Затем уже разрабатывается стратегия. И здесь будет множество вариантов. Нужно будет выбрать. То есть нужно будет провести достаточно серьезные исследования. И функциональные, и корпоративные, и исследования рынка. То есть и макро, и микро окружения. И выбрать ту, которая наибольше вам подходит. И сегодня кто будет готов, даже возможно потестите. Я просто покажу, но я вам скину. Пайлик, в котором вы можете потестить, прям взять свою компанию, если есть данные, ну хотя бы базовые. Вы сможете посмотреть, какая стратегия у вас будет. То есть можно стратегию по интуиции делать, как некоторые. Можно все-таки пойти по науту. И после этого уже выбирается тактика. То есть конкретные шаги, которые приведут к... Вот видите, вот эти колесики, они друг другу помогают крутиться. К тому итогу, который базировали в этом видении. То есть фактически можно четвертое колесико как раз поставить вместо стрелочки итог. И вот уже на тактике конкретные шаги там разрабатывается KPI. То есть идеальная картинка, это чтобы все-таки от момента стратегической сессии, выбора стратегии, дальше это все переросло в разработку KPI и обязательно автоматизацию. Вот когда это полностью всем циклом проходит, тогда это рабочая версия. Конечно, я много раз вижу, когда только топы разрабатывают стратегию, но не переводят в тактику. Но вы, наверное, сами догадываетесь, что эффект уже будет не тот. Потому что получается, что верх четко понимает вот это видение. Но из-за того, что он не сделал декомпозицию, не сделал это более четко, не отсмартовал, если уж так сказать, для ниже стоящих, то они воспринимают это видение как иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот здесь обычные проблемы бывают как раз даже не в разработке, она не до конца разработана, а именно во внедрении. Я видела крупный бизнес, такой окологосударственный, где есть целые подразделения, которые занимаются стратегическим менеджментом. И кучу документов, вот прям реально кучу, больше никак не скажешь, потому что это какой-то пласт документов, которые никогда в жизни не прочитаешь. И у меня складывается ощущение, что вот просто если чем больше бумаг мы напишем по стратегии и по анализу, тем лучше. И вот не переходит это в формат тактики. Вот стратегии великолепно читаешь, думаешь, это труд, это докторскую диссертацию можно защитить, но она не внедрена, потому что она не закончена. Поэтому вот этот момент, чтобы вы тоже для себя поставили какие-то реперные точки, что если вы хотите, чтобы стратегия, которую вы выбрали, работала, нужно сделать все до конца. Мы, к сожалению, русские очень любим срезать углы, есть какие-то инструкции, мы их не соблюдаем, либо на самом деле тоже есть момент, когда анализ, 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 анализы все собрали, лечение даже назначили, но мы не лечимся, потому что не верим. Ну, это вот история уже про то, как внедрять этики, это уже на уровне тактики. Итак, виды стратегий, которые, это я широкими мазками, коллеги, сразу скажу, потому что в рамках курса мы это все проходим, понимаете, да, я там за полчаса физически не могу все, что мы за три дня проходим объяснить, но я вам дам конкретную сегодня практику, которую сможете применить. Итак, всегда начинается с миссии, затем мы должны сформировать стратегию корпоративную, то есть как себя компания будет вообще вести на рынке, а дальше у нас будут уже функциональные стратегии, это все, что касается маркетинга, производства, финансовой инвестиций, и еще в зависимости от величины компании это будет еще целый пласт тех функциональных стратегий, которые, например, есть. И после этого мы будем уже заниматься стратегиями единиц, бизнес-стратегии их еще называют, стратегии единиц, потому что у каждого, у каждой компании может оказаться, что этих бизнес-единиц огромное количество, потому что номенклатура очень большая, например, какие-то транснациональные компании, либо рынок FMCG, когда они много продуктов производят. И вот здесь, конечно, это будет огромный пласт, именно поэтому делают даже целые подразделения, которые занимаются только вот этим стратегическим планированием и потом внедрением. Как пример приведу корпоративных стратегий. Может быть корпоративная стратегия роста, либо ограниченного роста, либо сокращения, либо сочетания. Ну, вы знаете, я обычно тоже как пример говорю о том, что, наверное, слышали вы о таком понятии, как стратегии на фондовом рынке медведей и быков. То есть есть кто на повышение работает, есть кто на марже работает. На самом деле там стратегий гораздо больше. Если кому-то будет интересно, почитайте. Потому что очень неплохо, когда ты изучаешь этот процесс, например, если самостоятельно на биржевой торговле, потому что там стратегии очень четко видны, потому что там и только в финансы, и мы можем в понимание это привести в свое. Там есть и зайцы, и овцы, и волки, и свиньи, и страусы, кого там только нет. И фактически это тоже такая информация, которая позволяет нам потом перенести это и на бизнес. Бизнес-стратегии могут быть продуктово-рыночные, могут быть конкурентные, то есть когда мы понимаем и рассуждаем, как мы будем по отношению к нашим конкурентам, и как мы будем бороться. Как пример приведу конкурентной бизнес-стратегии, которая, на самом деле, описана в одной из книг, полезная для руководителей именно топовых позиций. Это компания Softwaist Airlines, это лоукостер внутренней авиалинии в США, когда они выбрали конкурентную бизнес-стратегию так называемого Голубого океана. То есть вместо того, чтобы бесконечно соревноваться с другими лоукостерами, снижать ценник, уменьшать маржинальность, потому что особо там ничем не поиграешь, они начали соревноваться, то есть они как конкуренты себе представили не другие авиакомпании, а косвенный конкурент – это автомобиль. Ну то есть любой из нас, он выбирает, как добраться из пункта А в пункт Б и взвешивает, когда удобнее на машине, а когда удобнее на самолете. И так же, как у нас, например, авиасообщение в основном через крупные города, и мне, например, из Москвы и перелететь, если не в крупный город, а в какую-нибудь область, то получается это не факт, что удобнее на самолете и дешевле. То есть может оказаться, что мне на автомобиле, да, это будет дороже, при этом это будет удобнее, потому что, например, у меня где-то находится населенный пункт между этим аэропортом, и как-то мне нужно понимать, что еще нужно с аэропорта как-то добраться. И вот такие бизнес-стратегии мы тоже будем как примеры разбирать, и очень важно, чтобы вы сами научились анализировать и смотреть на свой рынок, смотреть, какие же вы можете стратегии выбрать там. Все, что касается зарубежного инвестирования, потому что, может быть, вы ориентируетесь на внешнеэкономическую деятельность, кто-то ориентируется именно на развитие экспорта, для кого-то это целый набор отраслей. Посмотрите, у нас тоже есть такие компании, Мираторг, к примеру, когда они выбрали стратегию полного цикла, да, то есть у них выращивание сельхозпродукции, кормов, да, потом уже, соответственно, по итогам продажи конечным потребителям там того же, тех же мясных каких-то изделий. Вот это тоже разные стратегии, они основаны на уже итоговом анализе, чтобы не вышло, что мы такой веером разложили эти стратегии и просто методом тыка выбираем. Нет, это не так. Происходит, конечно, в рамках курса, я вам много чего еще расскажу, покажу, но это осознанный выбор той стратегии, которая нужна именно вам, вашей компании. Итак, давайте рассмотрим последовательность разработки. Все достаточно просто, всего три этапа. Первая общая корпоративная стратегия, затем определение бизнес-стратегии вот этой конкурентной и затем уже разработка функциональной стратегии, то есть мы переходим к разработке, по сути, самих подразделений функциональных и уже потом после них третий этап, четвертый, вернее, этап получается, который здесь за кадром, потому что это уже разработка KPI идет, то есть это тактика. Вот на этом как раз идет и разрыв, поэтому если кому-то нужно будет именно от начала до конца, то рекомендую быть на курсе стратегический менеджмент и разработка KPI и BSC. Ну, то есть тогда у вас будет полный такой портфель, и вы сможете до конца это все доделать в рамках своей же компании. Итак, выглядит это все по графикам тоже не сложно. По графикам, опять же, я понимаю, что когда начинаешь разрабатывать, у многих это в тупик ставить, но потому что вы не знаете, как. Я сейчас говорю, что мы будем изучать это, как делать. Итак, миссия организации. Дальше мы смотрим, оцениваем, что у нас сейчас. Всегда смотрим точку А, где мы сейчас находимся. То есть мы изучаем внешнюю среду и внутреннюю среду. Дальше обязательно мы опираемся на целевые установки руководства, что хотят руководители, что хотят топы наши. Кто-то хочет завоевать мировое пространство, а кто-то говорит, слушайте, я хочу занять вот этот город и просто никого не пускать. У него такая стратегия окопаться, расширяться он не хочет, но и пускать никого не хочет на рынок. То есть и может быть и такое. Это не плохо, не хорошо, это его личная стратегия. Дальше мы рассматриваем, каким образом мы можем сделать то, что хочет топ-менеджерский состав. Мы выбираем эти критерии, рассматриваем эти варианты, потом по итогам иногда миксуем, иногда есть очень четкое понимание, куда, все-таки по какой стратегии мы пойдем, по какому пути. И после этого уже разбираем стратегии бизнес-единиц, потому что может оказаться, что какой-то продукт, например, мы производим несколько продуктов, какой-то продукт у нас задача только на местном рынке, например, его продавать, а какая-то там, например, инноватика, наоборот, она будет у нас ориентирована на рынок вовне. То есть так будет, опять же, мы придем к нашему, к нашей цели, к нашей стратегии гораздо быстрее. Есть модель, по которой обычно разрабатывается полностью вся система стратегическая. Выглядит это аббревиатура. Выглядит это, наверное, слышали, как смарт-цель. А есть модель Solstack. Это анализ ситуации, по сути, все то же самое, что я вам показывала, только это уже словами, цели и задачи, путь, опять же, стратегию. Третий шаг, он достаточно длительный с точки зрения разработки, потому что первые два – это больше про аналитику. Дальше мы разрабатываем уже конкретные действия, потом разбиваем это на периоды, так называемая, декомпозиция, и что будем контролировать, потому что, опять же, точки контроля, они у нас должны быть без контроля, плана никакого тоже не будет. И я вам хочу показать инструмент EDL-матрица, который, в общем-то, как раз один из инструментов, который будет у вас и в курсе, и сейчас я вам его покажу, как он работает. Он позволяет планировать стратегию компании. Обычно под… не всегда прям целиком под компанию. Под компанию подходит только, если компания продает что-то одно. Ну, то есть вот она заточена на какой-то один продукт, тогда можно целиком под компанию. А так его больше под каждый продукт делают. И, соответственно, помогает выбрать не методом тыка какого-то, не методом, не интуиция там что-то сказала, а именно в формате вот такой аналитики. Так, сейчас, секунду, я переключу на Excel. Excel. Сейчас проверю. Есть у вас, да, все видно. Итак, смотрите, вот такая вот матрица, такой вот шаблон. Я вам его сброшу в чат, вы сможете себе его скачать. И как здесь, в общем-то, делается все. То есть мы сначала смотрим на степень зрелости рынка, в котором работает. Здесь есть прям вот перечень вопросов. Вот она, да. Не нужно ничего тут исправлять, просто их читаем. Как быстро растет рынок, на котором оперирует ваша компания. И мы ставим единички там, где мы считаем, что верный ответ. То есть перед этим мы, естественно, делали свод-анализ, поэтому мы понимаем, стадия роста какая сейчас, умеренная, неумеренная. То есть вот эти вот нюансы, да. То есть мы ставим, что здесь стадия роста. Здесь у нас, отвечаем на вопрос, где-то у нас стадия зрелости. То есть видите, везде, где единички. Я уже за вас все проставила. Это мое видение. У меня нет данных по центру специалист. Я вот чисто внешне, так субъективно оценила степень зрелости рынка по продукту обучения. И у меня вышел итоговый балл. Видите, где больше всего? Итоговый балл, соответственно, что у меня стадия роста. Рынок у нас еще растет. Дальше следующее. Определяем в матрице устойчивость компании в отрасли. Опять же мы смотрим, где это доминирующее. Опять же есть перечень вопросов. И мы ставим, опять же, ответы. То есть как бы вы оценили динамику продаж вашей компании на рынке. Естественно, чтобы ответить на такие вопросы, мы должны, в общем-то, владеть этой информацией. Поэтому если на курс приходит человек, который хочет научиться, но у него нет никаких данных по своей компании, коллеги, вы можете только так попробовать чисто поиграться. Потому что идеальная картинка – это все-таки вы либо собираетесь открыть бизнес, либо вы владелец бизнеса, либо вы топ-менеджерский состав какого-то бизнеса, либо у вас есть вход к этим данным, потому что стратегия не разрабатывается без данных о компании и о рынке, на котором он работает. Потому что иначе это будет бесполезная история. То есть что вышло, что компания с точки зрения степень зрелости рынка у нас оказалась, что это стадия роста. Касаемо позиций, самая большая цифра у нас получилась на пересечении сильная, сильно устойчивая позиция на стадии роста. И здесь есть вкладочка, и мы на пересечении смотрим, какие есть варианты. У нас стадия роста и сильная позиция самой компании. Здесь четко написано. Стратегия удержания позиций, сохранение доли рынка в отрасли. Цели по росту продаж – удерживать рост немного выше или равным росту рынка. Конкурентное преимущество – укреплять существующие качества товара или услуги. Средний уровень инвестиций – сохранять только те инвестиции, которые напрямую приведут к росту рынка в краткосрочном, среднесрочном периоде. То есть мы видим, что здесь есть разные стратегии. В зависимости от того, как мы ответили и выстраивали эту матрицу, здесь будут, соответственно, ответы, как себя вести в вашей компании. Либо не в своей компании, еще раз, это не совсем корректно будет, если говорить именно по всей компании, если компания занимается разными продуктами. То есть в идеале это по каждому продукту нужно делать. И, соответственно, это даст вам хотя бы небольшую подсказку для разработки, как двигаться дальше, какую стратегию выбирать. Это особенно для начинающих важно, потому что обычно говорят, ой, наконец-то, хоть как-то можно понять, в какую сторону. И я вам дам сейчас ссылочку, в чат сброшу, прям, чтобы вы могли себе скачать вот эту матрицу. И, наверное, завершающий вопрос, это реально ли добиться развития компании без внедрения стратегии. Вы знаете, можно, можно, особенно если есть интуиция, и у вас маленький бизнес. То есть малый бизнес, здесь достаточно все просто, потому что в малом бизнесе топы обычно просто сканируют все на свете, у них бесконечный анализ, то есть у них нет вот такого, что раз в год сделали стратсессию, и тогда вот мы там что-то определили, но так делает средний и крупный бизнес. В малом бизнесе это каждый день стратсессия, поэтому они ее делают, конечно, не в том порядке зачастую, как в крупных компаниях, но у них при маленьких объемах, при маленьком количестве людей в ручном управлении можно делать и без разработки стратегии. Можно, правда. Вот можете попользоваться той матрицей, которую я вам прислала, и, соответственно, этого, возможно, будет и достаточно, если маленький бизнес и один продукт. Еще можно, если нет желания всю жизнь заниматься этим, ну, выбьет вас рынок из седла, ну, и выбьет, и вы не расстроитесь, ну, почему нет, тогда можно. Есть еще, когда просто готовность переобуться, есть такие люди, которые до последнего идут, идут, идут по одной какой-то траектории, и потом, опираясь на, там, конкурентов, хотя это тоже стратегия, можно же идти за кем-то, да, и это тоже будет стратегия, и они переобуваются, для них ничего сложного нет, ну, то есть нет ценности в людях, нет ценности в том продукте, которым он занимается. Очень часто это, конечно, краткосрочные бизнесы ненадолго. Ну, или ты готов потерять бизнес, то есть пока нет каких-то сильных кризисов, то, в общем-то, можно и без стратегии, но кризисы у нас, правда, постоянно, регулярно, поэтому я не знаю, сколько такой бизнес проживет, зачастую будет, да, доступно будет, зачастую, в общем-то, уже средний бизнес, даже когда, даже малый бизнес, уже начинают заниматься все-таки разработкой и стратегией, и KPI, то есть сейчас запросов достаточно много. Итак, в особенностях курса, где мы это все очень подробно изучаем, и вы это все будете прорабатывать, это стратегический менеджмент, 24 академических часа идет этот курс, 3 полных дня, с 10 до 5, старт у нас 26.04, стоимость уже написана. Сразу скажу, что идеальная картинка, правда, да, я в самом начале говорила про то, что лучше, чтобы вы шли сразу на так называемые комплексные программы, где есть еще разработка и внедрение KPI. Вот тогда это будет не только в формате, только стратегии, но вы можете, то есть и стратегию, и тактику все привнести сразу же, и тогда вам будет несколько проще вообще это все потом внедрять. Вот тоже касаемо разного вида обучения, многие у нас переживают, вот кто первый раз был в формате открытого обучения, вы знаете, вот касаемо этого курса можно не переживать. Вот именно открытое обучение, оно дает возможность вам индивидуально заниматься и все вопросы задавать именно по своей компании преподавателю. Такая возможность есть, поэтому, но ближайшая группа будет точная, поэтому кому хочется очно, ради бога, кому хочется в формате открытого, индивидуально, тоже такой вот формат есть, все это можно делать. И я вам сейчас сразу тогда сброшу касаемо стратегического менеджмента такую ссылочку. Да, вы можете уже тогда с менеджерами договариваться, чтобы места были в группе, потому что все-таки еще пока не сняли у нас ковид, пока ограничения есть для очных слушателей. Не знаю, может быть, в мае уже снимут и будет все хорошо, но надеюсь. Итак, если говорить про то, что я хотела вам дать, я дала, вы можете сейчас как раз включать записи, включать, вернее, микрофон и задавать мне те вопросы, которые хочется в рамках тех тем, которые обсуждали. Чем могу быть еще полезна в вашей практике? Видимо, все убежали делать дейл-анализ. Коллеги. Да, мы тут. Хорошо. Как учитывается ожидание заинтересованных сторон? Ожидание от чего? Не совсем поняла, Дмитрий. Стратсессии вы имеете в виду? Выбори стратегии? Ой, на самом деле, очень хороший вопрос, потому что любая стратсессия, особенно если вот брать только топов и, например, учредителей несколько, там человек, например, пять, ну то есть такой средний уже и крупный бизнес, прежде чем они начинают слышать друг друга, фасилитатор – это человек, который профессионально проводит стратсессию, он умеет этим управлять. Обычно это все полдня, как минимум, на моей практике. Это такой чистейший русский язык, который короткий. Знаете, там слова на три, на четыре, на пять букв и так далее. Поэтому сначала это перевод вообще ожиданий хотя бы в такое нормальное русло, в общечеловеческие, чтобы не просто каждый тянул одеяло, лебедь, рак и щука, чтобы они друг друга слышали. Поэтому все инструменты фасилитации здесь как раз и применяются. Это и метод кафе, и тот же даже свод-анализ. Кстати, по поводу свод-анализа, именно в курсе даю ту методику, которая полной является, не короткой, объясню. Обычно, что такое свод-анализ? Сильный, слабая сторона, возможности, угрозы. Мат-перемат, да-да-да, да, Элеонора. Вот вот прям, да, вот на стратсессии первые полдня по-русски прям только разговаривают. Причем, знаете, у меня была стратсессия, где были экспаты, но уже русский язык они немножко выучили, они тоже вот на нем разговаривают. Да, ругаются, сильно ругаются. Но через обычно часа три, если грамотный фасилитатор подуспокаивается, все-таки начинают конструктивно разговаривать. То есть всегда это через фазу шторма проходит. Ни разу у меня не было стратсессии, где такие спокойные сели. Даже если это не первая уже сессия, там поправочная, например, раз в год, какая-то коррекционная, все равно ругаются. Поэтому сначала все пишем, Дмитрий, все это всегда пишется на фасилитационной доске, чтобы визуализация была. И очень часто бывает, что руководители, знаете, одни и те же вещи называют просто разными именами. И ты вот пока не разберешься, что оказывается, да они все про одно и то же говорят, но словарный запас разный, особенно если это уже не оперативно управляющие, а вот учредители, которые не так часто друг с другом коммуницируют. И у них обычно к некоторому моменту накапливаются обиды, конфликты какие-то внутренние. Вот приходится, это самая, наверное, большая сложность в разработке стратегии, чтобы они услышали друг друга и вот чтобы можно было учитывать все вот эти стороны. Это творческий процесс, вот реально творческий процесс, потому что когда у людей такой инсайт, знаете, вот собирали-собирали информацию, всех возможностей. И для меня это самое любимое место в стратсессии, когда, ой, Эврика, это ж надо всего так просто, надо было вот сюда, почему мы это не видели, это ж так очевидно. Какие-то вещи раскрываются, вот это называется метапрограммы, наши шорки, когда мы привыкли по какому-то траектории какой-то бежать, по какому-то пути, и не видим порой очевидные вещи. Вот точно так же, как аудиторы иногда в консалтинге заходят, и ты смотришь на эти стороны и думаешь, почему они ходят только правые ноги, у них же есть вторая нога, они про левую вообще забыли. Ну то есть когда-то левая просто отставала в развитии, поэтому они акцент делали на правой и ходят на костылях. Ну то есть это метафорично просто говорю, то есть профессиональный фасилитатор, он умеет это все провести, чтобы они друг друга услышали. Да, так, еще коллеги, вопросы. Если стратегические цели взаимосвязаны, как определяются приоритеты? Те люди, которые принимают решения, они и смотрят. Тут же делается анализ ресурсов еще, и иногда приоритетность шагов, она как раз будет исходить из ресурсов. Ну грубо говоря, для того, чтобы двинуться быстрее, нам нужен заемный капитал. Если компания, там уже акционерное общество, это одна история, либо им нужен по приоритетам, у них сейчас, они не акционерное общество, нужно сначала выходить, чтобы у них появилась эта возможность, либо заемные средства в качестве инвесторов, либо заемные от кредиторов, каких-то, от кредитных учреждений. Ну то есть здесь смотрят на как раз сочетание тех ресурсов, которые есть. От этого будет тоже зависеть приоритетность. Коллеги, еще вопросы? Что даст курс, если молодая микрокомпания предлагает услугу? Константин, на самом деле это даст вам видение на ближайшие лет 10, а то может быть и 15. Потому что, ну если ты не видишь куда, не можешь это декомпозировать, то есть как ты туда доберешься, да, вот какие, ты можешь вообще туда не прийти. Вот от слова совсем. Ну то есть я сейчас как пример приведу, вот в одном из своих бизнесов, я когда проанализировала и выбрала стратегию, поняла, что рынок здесь не занят в России, но он не готов, вот есть понимание, когда у тебя рынок, он совсем там не то, что какой-то конкурентный, там вообще нет еще никаких конкурентов, но ресурсов раскачать этот рынок в одного у меня нет. Зато за границей там есть конкуренция, с одной стороны, небольшая, но там рынок готов. И мне выгоднее работать не в России. Понимаете, мне выгоднее продавать не здесь. То есть и вот это видение, оно пришло только, только, это как-то связано с коучингом или маркетингом. Вы имеете в виду мой бизнес? Нет, ни с коучингом, ни с маркетингом не связано. Так, что-то другое. Так, Константин, тогда проясните, чтобы я понимала. Строцессия. Строцессия это, нет, это, наверное, такой микс. Сама строцессия, она проходит по определенным, ну, говорила, шагам. Вести ее должен фасилитатор. То есть это человек, который, ну, в общем-то, его и обязанность вести ее. И маркетинг, он там будет в рамках исследования. Но там будет не только маркетинг. Если у вас есть производство, там и производство будет, и логистика будет, финансовый блок огромный просто, продажи тоже огромный блок. Ну, то есть это по всем функциональным группам, которые есть у вас в компании. Или они, может быть, сейчас нет, если вы микрокомпания, да, но это нужно будет делать, иначе вы не дойдете. То есть для того, чтобы в гору дойти, и вы выбрали, что вы хотите пешком дойти, вам куча ресурсов нужно, чтобы ноги целые были, ботинки купить, там, одежду купить и так далее. Полная методика касаемо свод-анализа. Смотрите, когда мы делаем вот этот короткий обычно свод, сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, он на самом деле не очень сильно дает такую прозрачную картинку. И сколько раз я делала по такой усеченной версии, правда, было уже давно, когда я по усеченной версии делала, ну, делала, был у меня такой период тоже. И знаете, как пишут перечень, там, обычно на страцессе, это перечень из 40 пунктов сильных сторон, и примерно столько же слабых сторон. И начинают, значит, надо сильные усиливать, слабые как-то куда-нибудь их прятать, варианты, да, или переводить их в сильные стороны. Но есть такое понятие, как ключевые факторы успеха, КФУ. Ну, как пример, да, я вам в самом начале сказала, что нашему центру специалист 30 лет в этом году. А если у меня есть аналитика КФУ, ну, то есть что хотят, вот вы слушатели, что вы хотите, то есть по каким критериям вы будете выбирать, покупать курс или не покупать. И обычно это КФУ где-то до 10, ну, то есть 5-10 показателей. И когда мы делаем исследование, оказалось, что в КФУ вообще нет срока компании. Я не проводила эти исследования, я как пример привожу. То есть мы можем как компания ошибаться, мы неправильно выбираем стратегически, неправильно выбираем маркетинговый путь, бьем во всех презентациях, что нам вот 30 лет, а участникам это не нужно. Те, кто покупает, им это не нужно. У них, например, другие критерии. Мы должны понимать эти КФУ. И вот когда мы сверяем свод, анализ с КФУ, тогда оказывается, что у нас и сильных сторон уже не так много, и слабых сторон, возможно, не так много. И вот потом мы это сравниваем со своими конкурентами. То есть не по отношению к себе, тихо сам с собой, сильная сторона, вот я считаю, что это сильная сторона, а у твоих ближайших конкурентов как. И может оказаться, мы еще больше порежем и сильные, и слабые стороны, и, возможно, угрозы туда же, потому что вот эта вот сверка, свод анализа КФУ и конкурентный анализ по этим КФУ, тогда уже будет полноценная картинка. И это очень важно, Диана. То есть вот тут фокус внимания как раз от ненужных каких-то показателей, на которых все застревают, начинают там, на практике неоднократно видела, когда запнулись на каком-то пункте, одни говорят, нет, это не сильная сторона, нет, так мы сильная сторона, вот у конкурентов вообще все плохо, еще ладно с конкурентами, когда сравниваю, спрашиваю, а клиенты, ваши итоговые клиенты, хотят вот этот пункт, он для них вообще как-то что-то значит. Такие, нет, для них не значит. Я говорю, зачем вы вообще это обсуждаете? Ну, то есть какой смысл тратить на это время? То есть это пункт, который у нас есть, но он нам не нужен. Так, а если одна цель с меньшим приоритетом находится на пути к цели большим, исходя из логики, есть способ наглядного представления логичности пути? Это ответственность фасилитатора. Да, Дмитрий, есть понятие дорожная карта. По итогам стратсессии делается как раз страткарта, господи, дорожная карта, простите, на которой идет последовательность, да, и вот эта наглядность, она как раз будет. Обычно делается как минимум на год, это в оперативку, да, это как раз тактику переводится, и если там явные какие-то, ну, там часто бывают, знаете, такие показатели, как автоматизация, они же не всегда делаются за один год. В крупной компании вообще там, дай бог, за пять лет это все сделать. Вот, поэтому дорожная карта, она будет как очень, как вариант в оперативку, что переходит потом для разработки KPI, так и стратегическая дорожная карта. Да, это все делал фасилитатор. Это как инструмент, достаточно простой. Да, коллеги, ну что, есть ли еще какие-то вопросы? Да, спасибо вам за то, что были с нами, и вопросы очень интересные. Да, так что до встречи. Правда, если кто-то встает на этот путь, вам это интересно, то лучше покупать сразу два курса и стратегический менеджмент, и разработка KPI. Тогда полная картинка будет, а то вот серединка наполовинку, и потом также разрабатывается это напополам, что не очень хорошо. Да, спасибо вам. Хорошего вечера всем, да, и продуктивной недели. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok